спасибо большое я очень-очень рад вас всех видеть я так понимаю что настроение всех праздничное доклад ну и тем более мы с утра уже так уработались так что доклад я такой я думаю постараюсь сделать а ну это я должен громче говорить или ой значит тема очень сложная день праздничный поэтому я постараюсь как-то совместить и сделать все о чем идет о чем вообще идет речь речь вообще говоря люди хотят изучать квантовой теории поль ну что такое квантовой теории поля ну у вас есть какое-то пространство и время ну скажем нас будет рисовать трехмерный квантовой теории поля то есть есть пространство которое можно считать римной поверхностью какой-то пространство которое мы назовем может быть c поскольку будем думать о ней как алгебраической кривой очень скоро еще есть время время ну можно считать что она течет по прямой ну а как нам в россии хорошо известно но часто течет не только по прямой но и по окружности и а вообще-то квантовой теории поля это когда у вас есть какие-то поля которые живут в пространстве эволюционирует во время никак все еще флуктуирует вы наверное видите много разных картинок когда ну что черепğu ли можно зажать как статистическую так и можно изучать когда времени не то есть вот пространство есть просто случайный cuttew 160 или в пространстве может быть как тут какая-то сложная вещь но так или иначе у вас в каждой точке пространства есть какие-то степени свободны Предположим, одни и те же, для простоты В каждой точке пространства приписано значение каких-то величей Но есть просто по-простому, есть просто отображение в какое-то многообразие Давайте я напишу так, нарисую x Завершение функтуирует И вы хотите что-то про это сказать Есть к этому много разных подходов Есть подход вероятностный Когда мы, в котором в качестве первого шага очень часто пространство Чтобы сделать задачу конечномерной, пространство приближает какой-то решеткой Тогда речь идет о отображении может быть уже из какой-то решетки В какое-то конечномерное многообразие И это тоже можно в принципе дискретизировать Можно считать, что вместо этого многообразия Есть просто какое-то конечное число состояний И мы изучаем спектр какой-то очень-очень большой матрицы Которую потом, когда мы будем шаг решетки измельчать И соответственно уменьшать дискретизацию Здесь, ну как-то эти матрицы будут все больше и больше и больше В их спектре мы должны что-то так сказать Ну, сложная задача Поэтому решать такую задачу я не умею Может быть мало кто умеет вообще Поэтому люди часто вместо того, чтобы думать о изучении собственных векторов Собственных чисел какой-то большой матрицы Люди часто это более простую задачу А именно просто изучение состояний с наименьшей энергии Основных состояний Как бы это осмысленное И более того, если наша квантовая теория поля Значит, повторюсь, чем мы занимаемся У нас было какое-то многообразие Которое мы, в принципе, можем пытаться Что мы изучаем Состоянием Состоянием системы в какой-то момент времени Является, ну, если хотите, отображение Какое-то f из нашего пространства В пространство возможного состояния x Ну и что-то такое очень-очень бесконечное мерное И мы на этом многообразии Изучаем какой-то оператор эволюции Который, ну, как бы, выглядит, как оператор эволюции В квантовой механике Оператор эволюции в квантовой механике Это что-то типа оператора Лапласа Ну там еще может какой-то потенциал написано Изучаем, грубо говоря, спектр дифференциального оператора На очень-очень бесконечномерном многообразии Мы можем пытаться взять это многообразие И приблизить что-то таким конечным мерным С помощью дискретизации Можем сделать его тип оператора Лапласа на конечном мере, но в каком-то многообразии очень большой размерности Или просто вообще что-то типа очень большой матрицы Это о чем я говорю Значит, эта эволюция называется суперсимметричной Я напишу английское сокращение Суперсимметричной Если оператор эволюции, думайте о нем как просто операторе Лапласа Как аналог оператора Лапласа Есть квадрат некоторого другого, нечетного оператора Нечетного оператора Нечетный это у вас, ваше пространство Вообще говоря, или Z грануированные, или Z мод 2 грануированные Либо ферменным числом, либо просто четностью ферменного числа И нечетный оператор, это оператор, который меняет этот учет Ну, например, оператор Дирака И тогда, значит, это называется тогда ваша наука называется суперсимметричной Так вот, значит, вместо того, чтобы пытаться изучать спектр этого оператора Задача, как я говорю, очень сложная Для меня безнадежная Можно задать себе более простой вопрос На нахождении состояния с наименьшей энергией Которые для... Ну, в этой ситуации они просто... Поскольку квадратового оператора Ну, или там, как писать Иногда пишут ДДД сопряженное Ну, состояние с наименьшей энергией Здесь это просто нулевые состояния И можно считать, что хорошо, мы будем изучать Какие нулевые собственные состояния имеются у этого оператора Это тоже сложная задача И вместо этого можно изучать просто индекс По-английски индекс Ну, то есть ядро Значит, ядро минус кое-ядро И вот эта уже вещь Вот эта вещь уже Как бы изучение ее возможно Методами современной математики По той простой причине, что вещь это Во-первых, топологическая Она не меняется при... Как бы, от вашей, вашей первоначальной квантовой теплой Зависело от миллиона разных параметров Там, значит, ну, какие-то там Что-то там Флуктуировало были какие-то, так сказать Какая-то метрика была на вас Тут, как бы, есть какой-то кинетички От метрики на поверхности И от метрики на это многообразие Ну, там, какой-то потенциал был Ну, там миллион всяких вещей От всех этих деталей Вот эта вещь не зависит Это вещь чисто топологическая То есть она Она одна и та же Для всех, для всех-всех-всех квантовых теорий поля Которые связаны друг с другом Непрерывным изменением в пространстве Теории поля Поэтому, как бы, это... Вот эту, вот только эту вещь Мы и будем изучать Эту вещь можно сформулировать Значит, этот индекс Можно сказать так, что Я... Мы уже шутили на тему Периодического времени Если я сделаю время Строго периодичным И сделаю, введу Периодически Граничные условия для фермионов То статсумма Будет равняться просто В этом индексу Все остальные Ну, по крайней мере, формально Все остальные Вклад всех остальных Всех остальных Вклад всех остальных Собственных Весит вклад всего остального Просто сократить Вот это, вот это Как бы объект Наше изучение Хорошо? Теперь Ну Не хочу вас Значит Обычно В обычной математике Доказывать теорему Такого духа Что если у вас есть Эллиптический Дифференциальный оператор На каком-то там Нормальном Виде многообразии То Вот этот объект Является Конечномерным Виртуальным Векторным Пространством Ну Здесь Это Так не будет Я объясню Но Если мы учтем Некоторую дополнительную Градуировку На этом пространстве То Градуированные Компоненты Будут Конечномерными Пространствами И это уже Мы можем Мы можем О чем-то О чем-то Говорить Какую Градуировку Мы будем Учитывать Ну Во-первых Во-первых У этого Отображения Ну Может быть Давайте мы Сейчас На секунду Отвлечемся И поговорим О чужой Другой Когда мы Говорили О Когда мы Говорили О всех Возможных Отображениях Из пространства В Возможных Облах Значений Я Строго Говоря Начал С того Что Просто Вообще Любое Отображение Конечно У Отображения Будет Никаких Условий Никаких Условий Гладкости Я не Предполагал Но Конечно У этого Отображения Будет Некоторая Энергия А именно Если у вас Отображение Если Представьте Себе Что у вас Значение Какого-то Поля Очень быстро Осцеллирует То Значит У этого Как Вот Формуль Для Энергии Электромагнитного Поля Это значит Будет Большая Энергия Поэтому Как бы Мы Конечно Нас Будет В конце Концов Интересовать Только Отображение С Конечной Энергии Они Не Обязаны Быть Гладкими Они Какие Как Получится Как Получится Но Сейчас Через Секунду Мы Перейдем К Ситуации Когда На самом Деле Это Отображение Будь Не Тон Гладко Вообще Даже Голоморфно Относительно Некоторые Комплексные Структуры Здесь И Некоторые Комплексные Структуры Там То есть Тогда Даже Даже Если Не Голоморфно Но Непрерывно Или Еще Каким Обладает Свостями Регулярности То Уже Можно 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 Говорить Что У Отображения Во-первых Есть Некоторые Топологии То есть Здесь Просто Топологически Разные Отображения Для Того Чтобы Это Индекс Будет Во-первых Градуирован Топология Отображения А именно Степенью Вот Что Какой Степень Отображения Ну Это Просто Образ Степень Отображения F Но Это Просто Образ Фундаментального цикла c во-вторых гомологиях икса то есть эта вещь градуирована вот этой решеткой это ядро вот это ядро градуирована во-первых вот этой степенью этой решеткой а во-вторых мы еще обсудим чем вот а а прежде чем перейдем во вторых давайте мы сразу сделаем некоторую некоторые упрощение дело в том что дело в том что как бы квантовой теории поля такая такая необъятная вещь такой клубок информации что одна и та же информация может быть в двух разных по-разному описываемых теории поля вот две по разным две по-разному описываем теории поля мог снижать просто одну и ту же информацию ну или по крайней мере иметь один и тот же индекс примерно опять же таскать всем здесь знакомы разные бывают дуальности в обычной статистической механики когда просто две модели просто просто реально содержит просто одну и ту же информацию любом вычислению в одной модели сопоставляется некоторые другое вычисление другой модели так что просто вот просто равны ну а нас тем более интересует что-то гораздо более грубое а именно а именно только вот этот индекс так вот что мы можем какое упрощающее предположение мы можем сделать раз настолько интересует индекс а значит а а именно мы можем предположить что вот это наше пространство она настолько велико что почти бесконечно ну как территории нашей родины морская что это значит практически что значит она бесконечно значит а в если как бы как бы если бры совсем совсем бесконечно если там время если пространство совсем-совсем бесконечно и время тоже соответственно бесконечно то есть очень важные понятия который в разных отделах математики называется по-разному но суть одна те состояния которые в бесконечном пространстве могут существовать без каких-либо изменений называется ну или там мерами гипса или основным 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 состоянием или вакуумом и так далее их обычно удивительным образом конечно мерная многообразие притом притом что как бы в теории поля какая-то заложенка бесконечная микроскопическая сложность реальная вещей в но там не знаю я все время говорю там про воздух сотрясаю воздух и реальная как микроскопическая микроскопическая степени свободы но это таскать там вот есть исчисленное множество молекул кислорода во 2 и азота там остальные примеси выкинем значит это и они и они все у них у всех есть свои квантовое состояние они все куда-то там летят и однако на на если мы посмотрим состояние газа в бесконечном объеме происходящее состоящие бед прибывающие без каких-либо изменений бесконечном объеме то таковых тогда вы описываются ровно теме конечным набором переменных который передает прогноз погода а именно надо знать надо знать давление надо знать температуру ну и и скорость ветра вот и все вот все что есть поэтому мораль если мы если мы описываем если мы описываем состояние мы хотим описывать кванта состояние квантовой системы когда наше пространство очень очень большое то мы это реально означает что у нас на каждом как бы на к что у нас как бы на каждом куске нашего пространства есть но уже очень что-то очень большое практически плоское пространство и там становился какой-то равновесие там мы имеем какую-то для газа там в этой комнате довольно высокая температура значит довольно большая плотность и маленькая скорость она меняется в разных местах комнаты но меняется гладким образом то есть мы ими мы имеем и имеем мы имеем пространство отображений не не в какой-то там x абстрактный затравочный x а просто можем сказать что мы отображаемся просто в пространство пространство вакуумов заданный кривочный заданный квантовой теории поле вот который x 1 значит и это пространство при наших предположениях а мы сейчас сделаем очень сильное предположение а мы предположим что таких супер зарядов таких нечетных операторов здесь на самом деле аж целых 8 вот это пространство вакуумов она захочет быть она она захочет быть не просто вот пример если у вас ну какой то сказать там как как об этом можно думать что когда оператор лапласа когда оператор лапласа есть оператор вида вид нечетный оператор в квадрате ну например если у нас есть римного многообразия и и мы рассматриваем оператор d плюс d с чертой дирамовский оператор то его квадрат будет оператором лапласа нас ответ на форму к соответствующей степени если у нас есть келевого многообразия то у нас есть вместо d и d с чертой есть их разбиение на d бар и d бар сопряженный то есть у нас получается 4 оператора а 8 супер зарядов соответствует ситуации когда это x это что-то типа гиперкеллеров на кобра более-менее гиперкеллерово то есть на нем на нем есть не просто разбиение дирамовского d на на голоморфные и не голоморфные а таких еще голоморфных структур бы еще целый целый набор а реально а реально скорее алги ну есть 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 тесная связь между гиперкеллерово многообразиями и алгебраическими симплетическим на городе шел гиперкеллерово какие какие может быть чтобы иметь какие-то примеры в голове какого рода алгебраические симплетические многообразие нас больше всего интересует ну например что-то типа взять взять ты со звездочкой от однородного многообразия компактно это нужно ну то есть такие есть виды же папа где-то про баре ческое в жену например например ты со звездочкой от просто по 1 ну cp1 от один из примеров очень хорошего алгебраического многообразия такой или или еще другой пример держать в голове хорошо это просмотреть схему гильберта в какой-то поверхности например c2 симплетической алгебраической поверхности ну и какой там n точек то есть эта вещь которая параметризует идеалы к размерности n в кольце функций на этом на гавра почему нас интересует такого рода вещи чем у нас например интересует вот такого рода вещь она интересует нас потому что вообще каков физический каков физический мир в котором подобные квантовой теории поля живут значит ну обычная зеркальная симметрия по которую не знаю сколько я вас пересказать она происходит из математического понимания теории струн в теории струн ну там есть там есть сама струна отнести одномерные вместе с время мировой как мировой объем струны это просто вещь как такого вида вот вот это вот это как бы было бы мировым мировым мировой поверхностью струн труда месяца времени здесь она если она сливалась и изменял изучение трехмерных теорий связано с тем что люди некоторые верят некоторые может быть не верят ну это как бы вопрос вопрос личных убеждений в любом случае значит люди хотят думать что есть также еще теория мембран которая в некотором пределе сводится к теории струн и вот для мембраны как раз мембран мировой объем мембрана трехмерное многообразие среза которого есть вот такого рода двумерной поверхности и на ней и на этой мембране живет ну это как бы вот у вас есть у вас есть там какой-то объект дан скажем я не знаю может быть точечная частица может быть струна может быть может быть мембрана это этот объект он летит в каком-то объем личном пространстве ну скажем там струна распространяется ну не на десятимерном пространстве мембран распространяется в одиннадцатимерном пространстве поэтому просто движение струны или мембраны или точки это это в первом приближении какие степени свободы это просто трансверсальные трансверсальные координаты к мировому объему к мировому объему у вас есть как тоже не может мировая линия точные частицы вот она пролетела и у нее но ее но ее но и она могла пролететь правее или левее поэтому все трансверсальные координаты они как бы это 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 те поля которые в принципе на мировом мировом объеме это этого объекта фруктует в трансверсальные координаты мембраны когда она в 11-мерном пространстве летит они там 84 комплексных или 8 вещественных направлений вот этот вот это самые интересные поля которые нас больше всего интересует и они описывают в такой теории вот вот тип вот с таким вот с таким так вот с таким вот ну x такого дух поэтому это такие такого рода примерно заинтересует более всего так вот а так вот что я тут хотел сказать что с одной стороны нас интересует да значит нас интересует сейчас отображение нашей кривой какой-то многообразие x и нас интересует индекс чего-то типа оператора дирака на пространстве таких отображений но по просто обычным соображением локализации индекса вклад в этот индекс будут давать только те отображения которые супер симметричны которые зануляются соответствующим соответствующим комбинации себе зарядов которые будет в этом случае означает что это просто f просто голоморфно при симметрично мы хотим чтобы было супер симметрично то есть что относительно какой структуры на и все ну это выбор таскать это как бы мы хотим нет для ну мы можем так то топологически скрутить эту теорию что нас будет интересовать только ну относительно какой-то заданный голоморфно структурные кси то же самое здесь мы фиксируем некоторую заданную голоморфно структуры тогда значит ну у нас тогда тогда если бы x был бы компактно то пространство голоморфных отображений с компактной поверхности в компактное пространство заданной степени это был бы компактно и тогда то есть если бы мы здесь зафиксировали степени у нас голоморфное отображение заданной степени компактное пространство тогда был бы разумно предположить что это конечно мирное пространство а однако как мы видим из этих из этих примеров x совсем совсем не как бы интересный пример x не компактно но это не конец света потому что потому что как всегда ваш ваш индекс любого оператора это не просто виртуальное векторное пространство но это виртуальное представление групп симметрий все все любят симметрии все любят включать симметрии в рассмотрении физических задач и одеть большие группы симметрии например здесь здесь на такого рода x и действует просто сама группа же ну например здесь с 2 например в этом примере и еще но поскольку насколько касательное пространство то в нем еще даже есть еще можем растягивать стойку касательного направления которые действуют а здесь уж по крайней мере действует автоматизм и но автоматизм и плоскости от что-то такое очень большое но в ней уже в мы можем просто взять жизнь 2 и и все и все эти случаи обладают тем свойством что есть такой элемент группы для которого но что неподвижных точек компакта и это влечет тот факт что вот этот индекс если мы его заодно градуируем если мы его заодно градуируем представлениями группы автоматизмов ну группа автоматизмов может быть бесконечной мерной группы как в этом случае но но как бы реально нас интересует редуктивная часть давайте мы просто возьмем возьмем просто редуктив по кругу висами максимального тора группы же то тогда пол вот теперь получается уже осмысленно задача то есть у нас если мы это с точки зрения вот когда мы это что значит что мы хотим выбрать здесь какой-то элемент максимальным торе это означает примерно тоже посчитать посчитать статсумов приз посчитать посчитать след этого элемента вынуть это то же самое что когда мы склеиваем окружность времени мы склеиваем его не как прямое произведение как скрученное произведение то есть подействовав вернувшись когда пройдет единица времени мы подкрутим на элементов на автоматизм же тогда тогда если я сделаю это плюс ввиду периодические граничные условия для фирменов то получится вот вот ровно вот эта вещь посчитаем как бы след же такая задача ну да теперь теперь а значит и так что я напишу нас тут у нас нас интересует нас интересует мы хотим посчитать веншу там не знаю z переменная вот поскольку ты индекс давать им шею ой не просто in индекс это теперь я напишу я веду какие-то переменные z это что такое это след вот этому индексу от автоматизма же он действует в актуальном пространстве а чтобы связать как бы две эти градуировки было на одну и ту же поставить на одни и те же на той же основании я напишу z степени дегри z у меня тем самым принимает значение ну это как бы это z так сидит в таком торе в котором группа группа характерах есть вот это значит что z принадлежит надо взять двойственную группу 2 и цель и умножить на звездочка вот это будет такой тор такого которого то есть группа характер а по c надо понимать что это на самом деле все это вместе есть элемент все это вместе зависит элемент в к теории на поверхности ну вообще говоря с границы вообще говорят границы или отмечены . когда мы говорим о квантовой теории поле у нас никогда не бывает пространство вот просто просто пространство всегда у пространство придется брать границу и всегда у в пространство придется вставлять какие-то операторы но всегда там мы хотим что-то померить вот мы поднесли какой-то прибор ткнуть вот отмеченная точка а если прибор все конечного размера то прям целый границ так вот а может я наоборот вниз это ну вот идет мне хоть стирать справлюсь так вот сложное положение попал так 10 минут у меня осталось даже 15 так вот теории x и x звездой они они есть есть трехмерные зеркала трехмерные зеркальные если если в частности ну знаете как это самое как сочинение определений в такого математической физики это как сказать но там лайк сочинение разных документов которые не станут кататься сочиняли сегодня с утра ну значит это мы хотим дать такое определение чтобы она покрывала все случаи которые нам вот сейчас интересны но также когда в будущем там потребуется еще что-то то вот надо тоже чтобы работал поэтому если в частности как бы что что мы хотим мы хотим чтобы вот 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 эти индексы кривой c происходить ничего не будет а вот z и и же будет происходить очень интересные вещи а именно вот эту группу автомортизмов x а вот группу на была группа же значит x у нас является головой симплитическое многообразие гламурсово-симплитическое многообразие имеет простая структурная теорема ну есть такое некоторое понимание а именно они разбиваются обычно с точностью там до конечной группы избирать в произведение таких на которых уже симплитической формы единственно с точностью до множеки вот эти вот вот эти они уже ну по модулю того что если есть лишний множитель 7 гильберта это более менее неприводимый ну есть другие неприводимый но есть понять неприводимого которые которые в на котором симплитической формы единственно с точки до множителя и а давайте мы уже предполагать будем что x такого и тогда вес этой симплитической формы есть просто характер группы потому что любой автоморфизм если форма единственно с точностью до множителя любой автоморфизм эту форму ну на какой-то множитель растянет правда все согласны есть гомоморфизм c со звездочкой которые я бы знаю которая есть я обозначу его h бар потому что это есть и это есть величина играет роль h бар в некоторых других вычислениях а ну да я сейчас до этого до этого 2 симплитической формы она ядро этого автоморфизма разумеется есть просто группа симплитических автоморфизмов пересеченная же уже уже содержит редуктивная часть редуктивная часть этой группы и вот 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 переменную вот переменную здесь мы будем изучать h бар а переменную здесь мы будем означать буквы а так вот если мы поменяем мы здесь напишем z и h бар то это будет равняться просто этому индексу для двойственного а эти поменяются местами ну аж бар там обратный станет на коробке да это это совершенно потрясающее свойство если вы будете когда вы как бы как бы вещь которая есть одна вещь который считает производящие функции по всем возможным топологии по все возможности по ням отображений превращается на зеркальной стороне просто просто в действие автоморфизма но эта музыка которая должна подчеркнуть подчеркнуть и важность этого момента и более того это даже можно да и главное ну как бы пациента просто одно то есть пациента как бы одно и то же расслоение это как один и тот же элемент котел не модуль сейчас расскажу и вот например вот эти два товарища сама двойственная но это вообще как бы как бы это все это к это как бы как бы ну в каком смысле теория представления сегодняшнего дня это вот вот изучение такого рода вещей а это есть просто это есть просто как бы двойственных вот до той до той меры до которой вот эти объекты но этот как бы объект представляет группу группу строят группу же а этот объект представляет некоторую бесконечно мерную версию чего до той степени до которой это есть геометрической реализации каких-то объектов типа алгебры ли вот это соотношение есть просто линоксенсовая двойственность, вот как бы для, для, для такого икса, ну как бы вот, вот это для, здесь, для ТС-звездочкой P1 просто самодвойственность, ну поскольку, как бы вот, с точностью до, с точностью до конечной группы, СЛ2 самодвойственность. Эти подвойственность переходит просто в себя. Но если мы изучаем пример ТС-звездочкой just Pb, то и водой не будет, же, же птичка... пп-птичка...mpticska. Ну когда оно определено? Да, когда вот, вот такого рода объект, это 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 обобщение и это как бы есть теорема что дата это так да я забыл сказать ну во-первых спрашивает а кто это вообще придумал ну обычная ссылка на то что кто это придумает эта статья интеллигатор из айберга очень много лет тому назад порядка 30 лет тому назад но наверное такой формировки вы не найдете как бы вот коллективный разум физики высоких энергии от как-то дистиллировал 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 значит самозадача на самом начале трехмерных значит теперь когда тут можно отдельно спросить как это связано с обычной зеркальной симметрии который двумерный может быть мы к этому придем но я хотел я хотел связать это с вещами типа который вам может быть в каком смысле кому-то может быть ближе что на самом деле на самом деле хотя хотят это написано как что-то такой живущий на на произвольные римны поверхности на самом деле из на для нас из всех поверхностей важнейший является просто плоское пространство она у правда никогда не не так уж годится поскольку она не совсем компакт но ну вот ну как бы ключ ключ к доказательству это просто в случае просто плоского пространства когда у нас c есть просто c но правда тут другая проблема с не компактность возникает потому что область определения становится не компактно но это можно победить тем что рассмотреть эквариантно не стоит не только относительно действия в области значения но также и в области определения давайте здесь рассмотрим действия какого-то элемента q q это просто куб будет просто сидеть c со звездочкой которая лежит в автоматизмах c и тогда здесь мы этот индекс будем считать вместе с вместе с вместе с вместе с этим q так и пишем q и тогда здесь у сохранится тут на кухне надо в этом можете правда не к сожалению после этого перестанут быть равны факт природы однако 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 они решают будет решать будут это будет функции такого обобщенного гиперогеометрического вида это такая гиперогеометрическая функция 21 века будут решениями одного и того же q разностного уравнения то есть например для для x равняется t со звездочкой p1 эта вещь будет такого вида это будет что-то типа суммы по всем степеням у нас z степени степени вот и z степени d а здесь будет написано какое-то такое выражение qd куна это авто это самое а единица на а а в минус 1 между сальдва куна а.д. а.д.д. вот такая штука который разумеется не ну вот она как бы разное уравнение второго порядка по любому по любой букве который сюда входит и в частности если я вот напишу его так то то уравнение который решает по z это уравнение который решает по букве а будет одно и то же уравнение ну и поскольку и и ключ к этому утверждению это на самом деле что ключ к этому утверждению это лежит в том что что монодраме и до этих уравнений 1 давайте я скажу одно слово про обычную зеркальную симметрию 1 в обычной зеркальной симметрии это про двумерную теорию и там бы в двумерной теории с таргетом x вместо кубка герметрической функции она была бы обычная гиперметрическая функция и обычная гиперметрическая функция она решает обычное дифференциальное уравнение в смысле за обыкновенно и абы и а быть обычной знакомой зеркальной симметрии среди многих прочих вещей она она говорит о том что две теории зеркальные когда вот такого рода дифференциальное уравнение на одной стороне является связанностью имени гаусса и манина для зеркальной стороны но значит для q разностных уравнений это на самом деле большой вопрос на тематике какой какой алгебра геометрический источник q разностных уравнений вообще есть ну и как бы моей моя так сказать надежда состоит в том что там вот эта связанность которую бат муру и шольца пишут как формальный ряд паку паку минус 1 на самом деле для некоторых иксов будет давать настоящую настоящую стоящую q разностную связанность неформальную и тогда можно что такое обсуждать но кроме вот такого рода спекуляции в общем нет алгебряческой геометрии источников решения q разностных уравнений однако однако физическая физическая формировка вот вот такого духа когда источником решения кура охране является задача того же самого духа она как бы ну она имеет место быть ну и значит оставлюсь две минуты я расскажу как собственно говоря как собственно говоря мы думаю там андроме этих уравнений а именно совсем две минуты я не уложусь может быть в 3 если вы предполагаете что у вас две квантовые теории поле эквивалентно то вы можете рассмотреть такую ситуацию вы можете нарисовать ваше пространство и в этом пространстве произвольным образом провести границу и после этого если у вас есть две два эквивалентных языка на которых описывать одну и ту же реальность вы можете сказать что на этой стороне этой границы я описываю реальность словами языка x а на этой стороне границы я описываю реальность словами языка x птичкой и тогда перевод отсюда сюда но это некоторые граничные условия в двух в двух есть как бы не в двух теориях есть некоторые граничные условия который говорит как переводится отсюда сделать чтобы это могло означать если здесь на этой стороне мы описываем на я письма місли здесь мы описываем теорию с помощью голоморфных отображений x изображение x то когда мы ограничим его граничные значения этого голоморфное отображение на этой на этом на этой границе будет будет элемент вот здесь вот здесь как бы будет жить у нас будет отображение петли выражение нашей головой петли x то есть элемент пространство петель x и более того во сколько мы знаем как это затягивается пленка на этой стороне это лежит на самом универсальный накрывающий эту пространство петельник с граничные условия это что-то что мы получаем из вычислений на пространстве модуль голоморфных отображений и ограничивая на эту границу мы должны получить элемент поскольку мы вычисляем как по сути дела по сути дела мы вычисляем ну я тут в к теории но по сути дела речь идет о сголоморфных объектах то есть по сути дела сидит в когенетных пучках на этом пространстве и это гран условия должно даваться соответствующий ну как то же самый объект та же самая петля должна отображаться сюда и поэтому ожидается некоторое совпадение некоторых подкатегорий в как бы между ними есть некоторые связи а именно то что мы имеем как граничные значения здесь это будет некоторые некоторые пучки с лагранжевым носителем на одной стороне должно быть эквивалентно я уже сегодня выписываю за остатком времени даже колято некоторые категории школ ста гранжевым носить такую эквивалентность я пока строить не умею но что мы умеем строить мы умеем строить что должно быть классом этой квалитости в к теории поскольку к теории только то что мы вычисляем и писаем в к теории в к теории что такое к теория когерентных пучков на петлях но это эллиптические к гомологии у нас у нас этой к теории есть некоторый класс значит в к теории строится класс в эллиптических к гомологиях x а на x и этот класс как бы как бы означает как перри как переписываются эти гран условия и этот класс это он определяет вот этот класс через него выражается на драме прошла драме к у разных на уравнение это матрицы из эллиптических функций мы даме к у разных уравнений отношения двух решений к у разных на уравнение это ну если возьмем одно фундаментальное решение к у разных уравнений другое или фундаментальное решение к у разных уравнений их отношения есть инвариантно относительно сдвигать от переменных на q поэтому она является матрицей из эллиптических функций эта матрица вот поэтому класс выписывается так ну я на три минуты привесил свой лимит времени я наверно здесь останавливаюсь если вопросы а правильно думать что это двойственная связанная связанная с периодом батареектических приводов нет это именно двойственность типа линг-лендс то есть то есть как бы здесь x и x ну если думать об иксе x значит об иксе надо думать так что x это как бы это как бы соответствует некоторым весовому пространству в некотором представлении некоторые алгебры и и вот вот ко всем этим данным применяется некоторый аналог двойственности линг-лендс то есть ну при есть прямая связь с геометрическим линг-лендс то есть вот вот прямо с геометрическим линг-лендс то есть для я геометрическим линг-лендс получается ну вот мы написали статью с эдиком и мины да да теорема который я сказал это теорема которую доказательства которые мы с минной записываем что есть некоторые предположения когда уже не сказал какие которым удовлетворяет значит и со звездочкой же папы и схемы гильберт и много других многообразий которые которые действительно так сказать дают дают вот этот класс и тем самым дают как бы построение этого класса опирается на некоторые технические предположения которые могут сейчас я не буду обсуждать значит теорема вот смены а с минной этика мы написали статью про как бы что вот ну объясняющий что вот этого рода вещи они обобщают обычный геометрический линг-лендс в две стороны во первых они его делают уходим с критического уровня во вторых вместо дифференциальных уравнений к уравнов на уровне как получается как бы проще потому что предел назад в котором значит как бы теория теория струны и другие как бы аналогичные теории они любят оперировать с комфортной теории поле двух размере предел из q разностной науки в комфортную теорию он значит таков что вот такого рода вот такого рода дуальности они как бы они пропадают ну они не пропадают они модифицируются они становятся одно из ваших уравнений становится но это вот виталий очень хорошо знает они такого рода вещи писали еще там я еще не родился они уже писать ну может быть я едва едва начал ходить они уже писать вот что классический пример от вот такого рода совпадения там каких-то как вот взаимодействие уравнений это вот двойственность между значит книжником за молодчиковым и динамическим уравнением в q разностном случае это все прекрасно а в если один если один если одна сторона переходит дифференциально то другой станет просто разностным уравнением и двойственность пропадает то есть это я к чему к тому что когда мы пытаемся сказать ну это можно проследить что это превращается в пределе когда мы хотим в обычную двумерную теорию поля пойти то есть это как бы что значит мы хотим ее рассмотреть на окружности на окружности нулевого радиуса и это можно проследить и действительно получится зеркальная симметрия но в ней как бы уже там вот в таких красивых в трахе как на таком там городском языке сказать нельзя потому что этот предел он по-разному по-разному в нем эти переменные z и а они себя по-разному ведут одни становятся применами одной природы другие становятся перемен другой природы есть 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 патисконный задачи только не очень понятно как его поставить потому что нет ну в какой-то момент значит я даже я грешен я вот я например в какой-то момент считал что очень важной задачей является классификации так называемых вот вот в этой вот эти вот x который я стер x и пример является примерами квариантных симпатических разрешений в какой-то момент я всех призывал классифицировать квариантные типортические разрешения это это все еще хорошая задача но она недостаточно общая для вот для ясно что класс такого рода многообразие не замкнут относительно симметрии то есть потому что просто по той причине что значит ну по той причине что там как по простым причинам видно что не не получится чтобы класс этих многообразий был бы полностью замкнут относительно такого рода симметрии такой какой правильный class многообразия какой правильный класс многообразия огни сказать конечно могу пространством модулей вакуум в трехмерных трехмерных триховых полиц возьмем суперсарядный какой какой правильный какой правильный математическое определение этого объекта я не знаю Ну в любой теории поля можно спросить, а какие состояния могут быть в бесконечном объеме и без каких-либо изменений. В статистической теории поля это может перефразировать как меры гипса. Это как бы некоторое множество и обычно их оказывается, я не знаю, общая теорема, но оказывается, конечно, мирно многообразие. Это такое замечательное. При условии, в субъектрической ситуации это, конечно, мирное многообразие содержит, ну, строго говоря, особое, оно имеет дополнительные структуры, как то, какую-то симпатическую форму, еще что-то, еще что-то. Вот в самом начале вы сказали, что есть вот у нас вот пространство С, да? Да. Получается, вот есть у кого пространство, но в нем задано поле получается. Да. То есть это как изначальность с самой простой формулевкой, ну там решает какая-то задача, движется там какой-то заряд, да, в каком-то силовом поле, и как бы он там какое-то количество степени свободы или имеет, и мы образуем вот это пространство, да? Ну, значит, то, что вы говорите, это больше похоже на классическую теорию поля. В квантовом поле есть само поле флуктуирует, как бы оно еще, поле это просто тоже объект квантовых флуктуаций, то есть там частицы, которые в нем движутся, они тоже флуктуируют, но и само поле флуктуирует, оно как бы, скажем, в калибровочной теории даже не нужно иметь никаких частиц, оно само с собой так сильно взаимодействует, что уже очень интересно. То есть само поле может изменяться? Да, вот именно, и флуктуировать, да, именно, именно. Еще вопросы есть? Последний, возможно, до конца года вопрос задать. Давайте так, поблагодарим.